МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Сергей Викторович, я вас ищу". -"Оксана, я занят. Я решаю проблемы с МВФ". -"Понимаю, это срочно". -"У тебя все, всегда срочно". -"Что?" -"Завтра к нам с официальным визитом прибывают принц Астурийский, Жиронский и Вианский, герцог Монбланский и сеньор Балагер". -"Все одновременно". -"Нет, это один человек. Он же король Испании Филипп VI. Запланирован обед. Вы должны произвести на короля хорошее впечатление". -"Отлично. Значит, подкатим к нему через футбол". -"Обычный футбол, Оксана. Если он король, значит, он болеет за Реал Мадрид. Отпущу пару подколов Промессии и Барселоны, и твой Филипп будет от меня в восторге. -"Боюсь, этого будет недостаточно". Королевская династия славится виноделием. Я думаю, Филипп обязательно привезет пару бутылок из фамильных погребов. И все это нужно будет попробовать. -"Отлично. Наконец-то моя работа приносит мне удовольствие". -"Сергей Викторович, это не просто пьянка". Поймите, винный этикет – это целое искусство. Вы должны уметь отличить Каберне-Савиньон от Пино-Нуар, Шинон-Блан от Шердоне...". Я понял. Но прямо сейчас я не могу. Я нужен президенту. Не сейчас, вечером. Я закажу столик в ресторане с хорошей винной картой. Да. Точное время и место я укажу позже. Да, Оксана! Я люблю свою страну, Люблю свою жену, Люблю свою собаку. Я всего на свете член, Почти что супермен, Но редко лезу в драку. Знает весь двор Мой приговор, Слуга народа. У меня почти все есть, Достоинство и честь, И даже крики браво. Персональный самолет Мне выделил народ, А что имею право На животу Вот тут Набью тату Слуга народа. Мамуль, а почему твои цветы у меня в комнате? Я закажу. Расслабились. Президент Голобородько Отправил 80 тысяч потенциальных пенсионеров Обратно на рабочие места. Напомню, Повышение пенсионного возраста Было одним из требований Международного валютного фонда Для получения Украины денежного транша. И президент Голобородько Пошел на поводу у западных партнеров. Свой комментарий Относительно ситуации Дала глава МВФ Я осталась довольна Визитом Президент Голобородько Заверил, Что все наши требования Будут выполнены В ближайшие сроки Я думаю, Кто это у нас тут Педигаром ходит? А это наш Павлик Морозов очухался Лично я был против такого решения Но вчера, поздно вечером, мне позвонил президент У нас состоялся Долгий разговор Василий Петрович Настоятельно просил Выполнить Требования ФБФ И мы Скрипя с сердцем Все же Пошли ему Навстречу Повторяю Скрипя с сердцем Матери уже Заводил главврач Снова Кайлу в руки И Арбайтен Красава, Васюк Подарок матери сделал Что надо Я думал, Ее это не коснется Думал? Тебя выбирали, Чтоб ты не думал А страной управлял В ближайшее время Выполнит Наша страна Маш, я внизу Спускайся Мама Мама Ты Ты не обижайся Я Я Я Я просто думал Нам дадут Отсрочку Ну Ты пойми Я Мама Послушай Мне Как сыну Очень Очень стыдно Но как президент Я не могу поступить иначе Как Мама Я тебя понимаю Спасибо Но Но как пенсионер Я не могу поступить иначе Мне не больно, Толя Все хорошо Что-то меня подразвезло Тихо ты Соберись Спасибо А что это такое? Ваш заказ Четыре эспрессо В одну посуду Что ты делаешь? Доверься мне Это проверенный рецепт От жесткого похмелья Ужас Да не буду я это пить Да Вчера я о тебя таких слов не слышал Держи Единственное, что мне сегодня нужно Это вспомнить, что я делал вчера А ты что вообще ничего не помнишь? Абсолютно Представляешь Ну ты даешь Я вспомнил Ты же должен был договориться об отсрочке Я уже был на полпути, старик Так И баба, кстати, нормальная оказалась Первая иностранка, которая смеялась с моих анекдотов Ну? Но после третьей рюмки ты лишил меня полномочий Как? Ну вот так Рот свой закрой, понял, дипломат лысь Вино свой лысь Вино Зубы свои лысь Ты типа Господи, как стыдно Да ладно Не, в принципе, начал ты хорошо Да? Да, повел разговор в правильное русло Говорил, что Украина и Швеция это близкие по духу страны Родственные нации О глубоких исторических корнях наших отношений говорил Ну, это нормально Ну, как, нормально Я президент с моторчиком Шведки, молодые Вы же вообще молодцы шведы Вы нам все сновали Сновали столицу Ваши назыкаете науки И улыбки За Сновали А мы вас заблагодарили? Да Да Полтай Вот мы вас заблагодарили Мы же друзья Плакете Так Вот здесь вот Я у нас желудокие Один Один Шерки Шерки Смотри, кого они Шветы Как некультурно Кстати О культурных отношениях между нашими странами ты тоже говорил Я говорил Конечно Давай Спасибо Еще три дюнали, пожалуйста Девочки шветочки Не пьете? Не уважайте Вот что у вас? Апа Апба Апба И все, да У нас на вашу амух И натек Зебров С дюсами Виктор Павлик Безутов Белоножки А мужа Знаете, вот такие парни А танцы какие Пошли задать нас Веревские Резинки Залезки Залезки Красава Красава Давай Вадим Серый снимай Да Ребята Давай Петь Куда Куда петь Ребята Все вместе Давайте Мы с вами И не сняемся Нет Я Не 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 Редактор субтитров А.Семкин Это скандал. Да нет, ты что? Не думаешь? Это международный скандал, Ось. Слава богу, вас помирил танец. Был еще и танец. А теперь синхронное плавание. Это конец. Да нет, это только начало. Потом с криками «Моя маленькая шведка!» «Моя маленькая шведка!» «Я дарю тебе этот бассейн шампанским!» Ты заставил всех пить из него воду. Василий Петрович! Минута. Серег, давай отменяй пресс-конференцию. Да какой отменяй пресс-конференцию? Ты чего? Меня тошнит, ну прошу тебя. Вася, у тебя сейчас такая фактура. Ты всем своим болезненным видом показываешь народу, как тебе нелегко было принять это решение. Зачем я звонил, Юрий Иванович, Серега? Что сделано, то сделано. Ты так в жизни никогда не сыграешь, Вась. Серег, ну пожалуйста, неужели мы не можем... Ваш язык, меня приятно удивить. А что мне Матильда пишет эсэмэски? Значит, у вас все получилось. В смысле, что получилось? Когда у тебя не получилось Хельгу багром из бассейна вытащить, ты взял Матильду, затолкал ее в такси и с криками «Шеф в готель!» скрылся в неизвестном направлении. Как я? Надеюсь, завтра все в силе. Значит, два раза получилось. Ты почему меня не остановил? Да когда? Я занят был, я Хельгу в это время из бассейна вылавливал, спасал ее. Телефон отдай. Что мы там творили вообще, Серега? Подожди, давай все-таки отмениться. Пожалуйста, сядь и замри. Гру, поможем? Заходим. Круги под глазами не трогайте, президент должен быть изможден. Почему? Вась, потому что ты ночами не спишь. Я не сплю. Думаешь? Я не думал вообще. Ищешь решение. Я не искал, зачем я позорил Юрию Ивановичу. Принять условия МВФ, это было единственным правильным выходом. Теперь ты страдаешь, но идешь на этот шаг. Могу я страдать и не ходить? Нет, не можешь. Вась, а пойдем. Народ ждет. Садись. Дай бутылку сюда. Пробка. Да, правда. Есть такое ощущение, что пробка. Пробку отдай. А крышку, ну? Папку переверни, господи. Соберись. Хорошо. Камера готова? Да. Можно не светить? Нет, нельзя. Можем. Шановні украинці, нам всім зараз дуже погано. І вам, і мені. Вася, соберись. Але ми віримо, що ось-ось трошечки і нам буде краще. Вася, по тексту, открой папку. Ми українці. Ми можні, сильні, вільні. Ми все це витримаємо. 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 Подносим бокал на уровень глаз, слегка наклоняем и смотрим на свет, цвет, оттенок. Что вы видите? Вино, как вино. Хорошее вино должно блестеть на свету и сверху не должно быть пузырьков от углекислого газа. Этап второй. Альфактивная оценка. Какая? Оценка аромата. Подносим бокал и делаем вдох. Что вы чувствуете? А что должен? Хорошее вино не должно пахнуть серой и дрожжами. Далее. Делаем несколько круговых движений вокруг своей оси бокала. Тем самым мы впускаем кислород в вино, и сейчас оно должно раскрыться своим истинным ароматом. Вы чувствуете этот запах? Ну, да. И, наконец, третий этап. Оценка вкуса. Наконец-то. Стоп. Не торопитесь. Сначала вы должны слегка смочить верхнюю губу, сделать глоток. Потом пожевать вино, покрутить его во рту. Потом приоткрыть губы, слегка впустить воздух в рот с легким посербыванием. Показываю. А ну, еще раз. Вы же вначале глотнули, а потом сербнули. А так получилось у меня. Что? Проглотил вино. Филипп не любит ошибок. Держите его во рту, вдохните, посербайте, а потом глотните. Показываю еще раз. Закрепляем на розовом. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА СТУК В ДВЕРЬ Василий Петрович? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А, да. Простите, Белла Рудольфовна. Читал новый земельный кодекс, немножко задремал. У вас запланирована встреча с главой завода Матур-Сич. Это по поводу отечественных вертолетов. Ну, да, вертолет это как раз то, что мне сейчас нужно. А может быть, можно... Уже перенесла. Правда? Спасибо. Вот, Петь. А что это? То, что вам поможет. Этим секретом со мной как-то поделился помощник Ельцина. Пейте, езжайте домой. Оставшиеся встречи я также перенесу. О, спасибо большое. Извините, я не знал, что так выйдет. Нормально. Вы это делали на благо государства. Это вас оправдывает. Спасибо. Кстати, в прошлом году Филипп Шестой не заключил контракт с президентом Нигерии, потому что тот попросил разбавить красное вино льдом. СМЕХ Вы чувствуете, вино как будто расцветает во рту. Это называется эффект распускающегося павлиньего хвоста. Действительно, целая наука. А нал бы этот король самогон, было бы намного проще. Хорошо, что вы напомнили. Филипп Шестой занимается не только виноделием. Он может привезти с собой пару бутылок Бренди. Алкаш. Поставьте бокал. Да что опять не та? Бренди как раз наоборот. Любит, чтобы вы его согревали теплом вашей руки. А если они с мороза? Пьем маленькими глотками. Слушай, может, не надо мешать, а, Оксана? Сергей Викторович, ягода к ягоде. Точно? У меня все под контролем. СМЕХ СМЕХ Кофейку? Что здесь делают, Сергей Викторович? А что это так официально, Сергей Викторович? Вчера ты меня так не называла. Да? Да. Тигренок. Мавр. Мой необузданный аташе. Мой неприкосновенный конс. Господи. И так тоже называла? Нет. Как это могло произойти? Да как? По-всякому было, Оксана. И так, и эдак было. Ой, боже мой, как стыдно. Почему же стыдно? Ты знаешь, я в жизни многое повидал, но то, что ты вытворяла, это, конечно... Под... ничего не говорите? Слушай, мне интересно. Это мы тебя в твоей дипломатической академии научили? Чему этому? Слушай, ну я же все перечислять не буду. Я просто скажу, чтобы было не по протоколу. Моей карьере конец. Боже мой, моя мама с ней... Почему конец, Оксана? Многие с этого карьеру только начинают. Да что ты ревешься? Ну прекрати реветь, ну я же могу обидеться в конце концов. Неужели переспать со мной, это настолько стыдно, ну? Нет. А что ты ревешь? Потому что я не так себе представляла свой первый секс. 35 лет. Мне 27. Успокойся, ты, не было ничего. Не было? Не было, ты еще в такси вырубилась. А почему я тогда тут у вас дома? А куда мне было тебя везти? Я у тебя адрес спрашивал. Единственное, что я от тебя мог услышать, это... Фи-фи-офа-и-на-ха. Сеченова, 15. Ну, извините. Сергей Викторович, а что там делают на моем платье? Сушится. Ты его вчера немножко испачкала. Ой, Оксана, Оксана. Значит, Сергей Викторович, у нас с вами вчера ничего не было. Оксана, единственное желание, которое вчера у меня возникало, это убить тебя. Ну, слава богу. Ну, вообще-то... Это не по-человечески. Могли бы сразу во всем признаться, не ломать эту комедию. Это низко и подло. Что сразу подло? Это моя... Как ее там? Сатисфакция. Могу я потребовать моральную компенсацию за то, что всю ночь себе тазики таскал? Да, сколько времени? Через час совещание в МИДе. Кстати, я забыл, какое там у короля Испании любимое вино? Да, господа, Голобородька удивил. Пойти на такие непопулярные реформы, это... Ну, молодец. Сам роет себе могилу. И заметьте, господа, без всякого на то компромата. Это точно. Господа, ну, пожалуйста, не двигайтесь. Я же пишу. А нахера ты пишешь? Ты рисуй давай. Надо, чтобы имениннику понравилось. Виктор Федорович любит живопись. Не разбирается, правда, но любит. Кстати, такими темпами Голобородька скоро составит бате компанию в Ростове. К бабке не ходи. И нам осталось его только подтолкнуть. Ну, это мы умеем. Юрий Иванович, шалом. Тебе будет маленькое, но ответственное поручение. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok